Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я вас приветствую в нашем онлайн-круглом столе, который проводит Фонд исторической перспективы. И общая тема у нас такая – вызов пандемии. Я заранее приношу извинения за какие-нибудь технические и прочие накладки, потому что это первое онлайн-круглом, которое проводим мы на этой платформе. Наверняка будут какие-то проблемы, но надеюсь, что все пройдет хорошо. Я рад вас приветствовать и хочу вначале сказать буквально одно слово, буквально два слова, что вообще мир вошел в полосу большого кризиса. И интересно смотреть, конечно, как разные страны преодолевают этот кризис, как они, так сказать, какие меры принимают, ну и сколько медицинские, административные, сколько, наверное, политические и социальные. И, конечно, уже сейчас интересно посмотреть, а что будет потом. То есть как этот кризис скажется на мире в целом или на отдельных странах. И вот вначале я прошу вашего немного долгого внимания. Я поставлю видео, которое записал для нашего круглого стола. Он, к сожалению, не смог подключиться онлайн. Генеральный директор Фонда исторической перспективы, кандидат исторических наук Владимир Ребенч Романов. Одну минутку я включаю. Демонстрация на... Добрый день, коллеги. Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего круглого стола, который проходит в таком необычном формате в условиях самоизоляции. И посвящен теме, которая сегодня волнует, наверное, всех. А что же будет завтра, когда мы из этой самоизоляции будем выходить? И каким будет этот мир? Ну, это, наверное, тема номер один для всех экспертов, тема номер один для всех ток-шоу. И прогнозы, выводы самые разные. Один, все сходятся во всем. Мир уже будет иным. Вот только каким? Ну, мне кажется, что вряд ли мы сможем сегодня однозначно ответить на этот вопрос. Слишком много неизвестных, в первую очередь, связанных с экономикой. Да, кризис будет. Совершенно однозначно. Вот только насколько глубоким, длительным он будет. Как восстанавливаться будут технологические цепочки, которые стремительно рвались за прошедшее время. Какие экономические коллизии последуют в процессе восстановления этих цепочек. Это очень большой вопрос. Но вот что не вызывает сомнения, это то, что процесс выхода из этой ситуации, из кризиса, станет самым большим вызовом, самым большим испытанием для политических людей. Это будет вопрос их политической выживательности. И то, как они справятся с этим, кто как с этим справится, я думаю, в результате мы с вами сможем уже в недалеком будущем стать свидетелями совершенно неожиданных изменений в политическом ландшафте. Что-то уже происходит, что-то подобное. Но вот за последние несколько лет мы привыкли к тому, что устойчивый тренд – это рост влияния правых партий, движений в Западной Европе. Лига Севера, Национальный фронт, альтернатива для Германии. И вот ситуация с пандемией. Казалось бы, вот поле, на котором они могли бы приобрести новые политические очки, усилить свое влияние, а этого не происходит. А в Германии Меркель опять на пике популярности. ХДС, которая вроде бы там потерпела поражение на последних выборах, набирает очки и влияние. Вот что это? Что немцы решили, что коней на переправе не меняют? И в процессе выхода из кризиса лучше доверить судьбу старым традиционным партиям и движениям? Можно ли это ожидать и подобного повторения и в других странах? Ну, с другой стороны, ведь проблему мигрантов никто не отменял. Если правы столь же успешно, как они критиковали власти на предмет их политики в отношении мигрантов, предложат такие же эффективные и действенные меры по выходу из кризиса, то можно ожидать взрывного, взрыва их популярности, нарастания их влияния. Ну, вот главный вывод, то, что изменения в политическом ландшафте могут быть самыми неожиданными и в самое ближайшее время. Еще одно наблюдение. Оно касается роли международных организаций и структур в нынешнем и завтрашнем мире. Организация этих у нас целый сон. Они выполняют принципы международного сотрудничества, взаимодействия, выделяется финансирование, все вроде бы в порядке. И вот настает пандемия, кризис. Всемирная организация здравоохранения вроде бы ответственная за такого рода ситуацию. Сегодня ее не критикуют, разве только ленивые. Трамп уже объявил, что прекращает финансирование УГОС. Ну, или, по крайней мере, заявил об этом. Да, действительно, УГОС не оказалось адекватного сценария на такое развитие событий. Ну, Бог с ним свойств. Ладно. А международные спортивные организации, которые себе за последнее время просто присвоили право, что, где, как организовывать, проводить, какие виды спорта допускать, какие не допускать и прочее. А спорт, между прочим, это колоссальная индустрия, многомиллиардная. Да, более того, если говорить о том, о роли большого спорта, давайте вспомним, хлебы и зрелища. А зрелища сегодня это во многом большой спорт. И что? Кроме того, что они отменили все состязания, даже Олимпийские игры сегодня отменят, что-то, какую-то альтернативу они предложили спортсменам? Нет, я, по крайней мере, я ничего не слышал, не видел. Хорошо, идем дальше. Экологические структуры, которые день и ночь борются за то, чтобы воздух стал чище, вода прозрачнее. Ну вот, да, воздух стал чище, вода прозрачнее. Уже там в каналы в Венеции дельфины заплывали. Ты что, они дальше с таким же пафосом будут бороться за чистоту, за экологию. В то время, когда вопрос выживаемости сейчас, наверное, номер один будет для всех. И будут находиться деньги на их финансирование. И люди также будут приветствовать эту борьбу, как вчера. Для меня это большой вопрос. Хорошо, а структуры Евросоюза, многие из которых показали свою абсолютную неэффективность в период пандемии. Ну, говорить о том, что пандемия – это предвестник распада Евросоюза, по-моему, это будет большой натяжкой. И европейцы сейчас настолько испугались закрытия границы, они просто привыкли к прозрачности границы и прочее, и сейчас будут цепляться, по-моему, за то, чтобы восстановить этот прежний порядок. Но, тем не менее, раздражение, недовольство европейской, брюссельской бюрократии, которая была, оно не только меньше не стало, оно нарастает. Это совершенно очевидно. И вот в этой связи, мне кажется, что многим международным структурам и организациям вот в этом после коронавирусном мире придется доказывать свою эффективность, тем более, что это деньги-то будут считаться еще более тщательно, каждый доллар, а финансирования немало. И, наверное, многие из тех организаций, которых мы привыкли видеть, они как-то поменяют свою роль. Ну и еще два наблюдения. Первое касается, как мне кажется, я бы так это сформулировал, нарастания виртуальности в нашем реальном мире. И касается это, в первую очередь, интернета. Ну да, мы привыкли к тому, что интернет – средство общения, информации, то, что социальные сети могут быть мощным средством организации социальных протестов. Этот процесс известен, описан и прочее. Ну вот такого колоссального взрывного роста влияния и роли в интернете, как за время пандемии, вот я что-то не припомню. И попробую это вот на своем примере описать. Я совершенно не поклонник социальных сетей. Но в телефоне у меня вот, да, есть две-три ветки. Одна – это житель поселка, где я сейчас переношу период самоизоляции. Ну и еще две-три собачьих ветки моих любимых дратхаров. В одной я смотрю, там, какие новости у нас с газом, с дорогами. В собачьих ветках, когда у нас там состязания, как собак кормить, как обрабатывать против клещей и прочее. Захожу на эти ветки один-два раза в неделю. За время пандемии я привык к тому, что каждые две-три минуты поступают какие-то новые сообщения. Такого количества политических роликов на самые разные темы. Каких-то выступлений, касающихся абсолютно отличных от темы моего поселка и моих собак. Я привык к тому, что я должен откликаться, смотреть, что же сообщение мне пришло. Вот для меня это стало абсолютной новостью. Я думаю, что, честно говоря, я не один такой. И последнее соображение, оно касается принятия или непринятия режима самоизоляции и тех мер, ограничительных мер, которые были сопряжены с этим режимом. Ну, кто-то... Понятно, да, что всеобщая усталость от этого режима. Но реакция на это, появление каких-то новых методов контроля и, соответственно, отношение к этому, оно же самое разное. Ну, лично я как-то отношусь к этому более-менее спокойно. Вот Михаил Ефремов уже с пафосом читает стихи Орлуши о том, что все мы уже под колпаком, и большой брат, он уже давно с нами, и его влияние, и его глаз, все... И он выражает мнение очень, наверное, немалого количества людей в нашей стране, которые именно так относятся к мерам ограничения в период самоизоляции. Ну, а если говорить о Западной Европе, то я думаю, что тут реакция может быть еще более жесткой. А как же? Мы Шарли, мы БДО, мы вместе, несмотря ни на что, и демократия превыше всего. Очень много вопросов, которые касаются того мира, который нас ждет завтра после коронавирусного. Наверное, мы не все можем и не можем просто предсказать. Но да, то, что изменения будут, они будут очень серьезными, мы можем их ожидать. Я думаю, что наш сегодняшний круглый стол поможет в какой-то степени хоть как-то внести ясность, хоть в некоторые из этих проблем. Еще раз желаю большого успеха всем участникам нашего сегодняшнего круглого стола. Всего доброго. Спасибо, Владимир Евгеньевич. Ну, давайте перейдем к уже кочным докладам. Я хочу предоставить слово Надежде Реме-Селаниной, члену Бюро политической партии «Вставай, Франция», и у которой есть небольшое сообщение о том, о последствиях пандемии для Франции. Надежда, пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас из Франции, из Парижа. Наша страна очень пострадала от пандемии. У нас на сегодняшний день 24 тысячи погибших, из-за которых почти 10 тысяч – это люди, которые находились в домах престарелых. Это вот статистика на последние дни. Вы знаете, 17 марта мы находимся в режиме самоизоляции. Накануне президент Макрон обратился к французам с первым своим обращением, и он торжественно и пафосно нам объявил, что мы находимся в состоянии войны. То есть... Все это было торжественно сказано. Французы с большим вниманием слушали президента. 36 миллионов в этот день находились перед экраном на телевизорах. И 17 марта закрылись кафе, рестораны, все выселительные заведения. Люди сидят дома. Мы можем выходить только на час в течение дня за необходимым. И вдруг выяснилось, что мы находимся в состоянии войны, но боеприпасов-то у нас нету. Оказывается, нету ни масок, ни тестов. Не только для населения, а для тех медработников и врачей, которые находятся в местах самых, как сказать, страшных сражений. Это в госпиталях. Кроме того, оказалось, что у нас только 5000 мест, где можно реанимировать пациентов, в то время как в Германии их 20 тысяч. И начали скрываться совершенно ужасающие факты. У нас уже сменился один министр здравоохранения за это время. И поскольку у нас не было ни масок, ни тестов, правительство это скрывало. И с экранов телевизоров нам говорили, что маски, в общем-то, не нужны. Они не помогают, потому что это не особо опасное заболевание, не особо инфекционное, что-то похожее на разновидность гриппа. И как бы граждане верили, что им говорят. И поэтому мы ходили без масок, мы только мыли часто руки. Потом пошло заражение. Самое сильное произошло на северо-востоке Франции. Это было собрание секты евангелистов. Там присутствовало тысяча человек. И вот после этого собрания там сформировался главный очаг эпидемии, который потом стал распространяться, сползал вниз по Франции. И вот уже два месяца мы находимся в режиме самоизоляции. Уже четыре раза президент выступал по телевидению. Каждый раз он говорит противоречивые, как сказать, вещи. Он обещает и премьер-министр, и министры здравоохранения, что будут маски. Масок до сих пор не хватает. Вот сегодня я ехала в транспорте, пожилая женщина без маски. Она говорит, есть маски, но они стоят 19 евро в аптеке. Мне это очень дорого. В то время как в Польше мы видим, маски бесплатно раздаются в местах общественных. Поэтому недовольство народа растет. Народ устал от вранья. Отец о государстве, я не боюсь этого слова. И уже жалобы появились, апелляции в суды, с тем, что когда все это успокоится, и кризис сойдет на нет, санитарный, то будут серьезные претензии юридические к нашим премьер-министрам, министру здравоохранения, с тем, что они не оказали необходимую помощь своим гражданам, и по их вине погибло так много людей. Вот 11 мая нам было обещано, что мы будем выходить из режима самоизоляции. Но пока что мало что к этому готово. Поскольку у нас до сих пор нет тестов и в достаточном количестве масок, как заставить людей пойти на работу? Потому что люди боятся, как они будут соблюдать вот этот барьер метр-метр пятьдесят, если у них нет масок, как они будут с детьми, которые пойдут в школу. Потому что с 11 мая у нас и дети пойдут в школу, оказывается. И поэтому недовольство растет. Только 38% французов по вопросам общественного мнения оказывают доверие сейчас президенту и правительству. Это очень низкий, конечно, показатель. И уже мы просто верим тому, что у нас в соцсетях независимая пресса печатает о настоящем положении дела. Если говорить о цифрах, у нас 11 миллионов трудящихся сейчас находятся на так называемой временной частичной безработице. Государство им оплачивает 80% заработной платы. На это из бюджета государства уже за два месяца было потрачено 150 миллиардов евро. То есть это показатель очень высокий на самом деле, потому что Франция это социальное государство с большими социальными выплатами. Но с другой стороны, у Франции очень большой государственный долг, который равнялся ВВП Франции. Это составляет 2400 миллиардов евро. И за вот эти два месяца кризиса долг увеличился еще на 15%. И этот показатель будет расти. И по последним годам, обросам экономическим, можно только за последние, за следующие три года вернуться к уровню докризисного, чтобы догнать экономику. Экономика сейчас французская на коленях, потому что производство остановилось, на 50% оно упало. И стоит вопрос, как вернуть людей к рабочим местам, чтобы они не боялись этого выхода из режима самоизоляции. Во всяком случае, в среднесрочной перспективе этот кризис оставит очень значительные следы, особенно в европейском политическом проекте, по которому был избран президент Макрон. Например, вчера тоже прозвучало заявление о том, что после 11 мая будет возобновлено движение между странами Евросоюза, потому что вы знаете, что в настоящий момент границы между некоторыми странами Европейского Союза закрыты, кроме Франции, потому что Макрон так и не отказался от своей идеологии европеизма, для него это, значит, его политическая смерть, если он откажется от того проекта, по которому он был избран, это Шенген, это зона свободной торговли, это либеральная концепция глобализации. Поэтому у нас до сих пор, когда люди пребывают в Араху, в Чарль-де-Голь, есть еще рейсы, которые из некоторых европейских стран, у нас нет никакого контроля, нет никакого карантина, как это было сделано в России, я знаю. Поэтому вирус у нас летает, он продолжает где-то работать и заражать новых людей, и поэтому, во всяком случае, Европа полностью отсутствовала во время этого кризиса, она провалилась, и она даже помешала определенным защитным мерам, и поэтому мы считаем оппозицией, что Европейский Союз провалился, и он мертв, и особенно зона Шенгена, он умер с этой либеральной концепции глобализации, свободной торговли, и когда мы находимся в кризисе, люди поняли, например, Италии, что только нация может действовать и защищать их. Поэтому страна, как Италия, была полностью покинута Брюсселем, и хотя это была одна из самых европейских стран изначально, и теперь половина итальянцев заявила, что готова покинуть Европейский Союз. Поэтому я думаю, что политический и социальный кризис будет сильнейший, у нас сравнивают это с кризисом после военного или даже 1929 года, и то, что будет происходить во Франции, будет иметь прямые последствия для будущего Европейского Союза. Большое спасибо, Надежда. Интересная информация из Франции. Интересно, что, скажем, если в России очень многие хотели бы выйти на работу, но государство не дает, во Франции мы видим ситуацию, когда люди боятся выходить из режима самоизоляции. А сейчас давайте перенесемся из Европы на Восток. Я хотел бы предоставить слово старшему научному сотруднику ММУ РАН Алексею Куприянову, который расскажет нам о том, как пандемический кризис сказывается на такой державе, как Индия и российско-индийских отношений. Пожалуйста, вам... Да, коллеги, здравствуйте. Я буду краток, потому что это уже не знаю, какое по счету моё выступление на эту тему за последнюю неделю. Вот я просто, честно говоря, уже не уверен, в чём я не буду повторяться, в чём буду повторяться. Что касается российско-индийских... Давайте я начну лучше с них, потому что на российско-индийские отношения кризис практически никак не влияет пандемический, поскольку Индия не зависит от России никаким боком в плане поставок медикаментов и всяческой медицинской экипировки, медицинских товаров, равно как и Россия от Индии, поскольку у нас практически не связаны в этом плане медицинские рынки, поскольку основная часть наших лекарств на наши рынки поступает из Китая, Ирана и Пакистана, а Индия пока ещё недостаточно представлена в качестве поставщика. Что касается того, как Индия переживает коронавирус. Переживает она очень плохо, очень тяжело, очень больно, потому что изначально на первом этапе... Я просто кратко расскажу историю, она совсем коротенькая. На первом этапе первые заболевшие в Индии появились практически, до бог памяти, в начале февраля. Это были несколько студентов, которые прилетели из Ухани. Там, по-моему, три человека прилетели, им очень повезло, что они прилетели в Кералу. Это один из лучших в плане здравоохранения индийских штатов. Их быстро изолировали, отправили в госпиталь, тем более, что в Керале до этого недавно была вспышка вируса, который притащили из Юго-Восточной Азии. То есть в результате, в общем, штат был готов. Их быстренько отправили в госпиталь, изолировали порядка, дай бог памяти, трехсот человек, которые с ними общались. Люди благополучно выздоровели через три недели. И, в общем, никто больше не заболел. А потом пошла уже следующая волна, и она уже, какой-то вирус притащили с собой индийские туристы из Италии богатые. В Махараштру вирус привезли индийские рабочие из, тоже достаточно преуспевающие рабочие, такие вот из офисов, называется, из таких клерки, из нефтяных компаний стран Залива, из ОАЭ, непосредственно из Саудовской Аравии. И главное, что в Индию приехала целая толпа итальянских туристов, которые были больны коронавирусом. Вот. И в итоге изначально индийская стратегия «Да вот закроем границы и попытаемся как-то отсеять вообще всех, кто приезжает с болезнью», она показала безуспешной, потому что сразу достаточно большое количество народу изолировать не удалось. К тому же, она как потом уже стала ясна, она была изначально бесперспективной, поскольку очень многие переносят коронавирус бессимптомно. Брать тесты у всех им было никакой возможности, у тех, кто возвращается в страну, а если у вас термометр, например, не показывает, никак не фиксирует повышение температуры, кашля, насморка, то есть человек просто здоров абсолютно внешне, то отловить его с коронавирусом тоже невозможно. В результате Индия полностью закрылась по распоряжению моди, то есть, ну, это необычная, достаточно жесткая мера, поскольку с одной стороны Индия привычна ко всякого рода пандемиям и карантинам, с другой стороны вот именно такой пандемии, такого карантина, чтобы вот все теперь сидели дома, такого ни разу не было. При этом полностью изоляцию обеспечить тоже не удалось, потому что очень большое количество народу все равно ходит на работу, ну, это люди, которые отвечают за функционирование, там, допустим, санитарных систем, да, за вынув мусора, за работу, там, не знаю, работу транспорта, то есть, каким-то образом их, то есть, изолировать всю страну все равно у вас не получается. Тем не менее, подавляющее большинство народу сейчас благополучно сидит по домам, никуда не выходит, а если выходит, то только в магазины и очень редко, там, в лавке, где можно купить продовольствие. Это привело к тому, что в Индии сравнительно небольшое число заболевших по статистике и сравнительно небольшое число умерших. Я сейчас секундочку посмотрю просто последние данные. По последним данным всего в Индии подтверждено 42,5 тысячи случаев заболевших и 1373 смерти. На страну с населением 1 миллиард 300 миллионов человек это совершенно несерьезная цифра. Возникает вопрос, почему так и цифры такие маленькие. Ответы на него два. Вполне возможно, что они в общем совпадают. То есть да, они не противоречивают друг другу. То есть ответ первый, то что на самом деле достаточно быстро индийское правительство приняло необходимые меры. То есть люди достаточно быстро закрылись и достаточно быстро плотно сидят, соблюдают режим изоляции, особенно в крупных городах, там, где больше всего среднего класса. И в общем это способствует сравнительно небольшому числу случаев заболевания. Ответ второй, то что все тесты на самом деле выборочные и то, что эти тесты ну как сказать, да, то есть есть целые слои населения, которые эти тесты никак не охватывают почти. Это жители трущоб, это обитатели дальних деревень каких-либо, обитатели сельской местности. Там, где изоляцию, ну да, то есть можете представить, что такое индийское трущоба. Если кто-нибудь из вас бывал в Мумбаи, например, то вы, может быть, видели, там прямо в центре города находится огромный квартал красильщиков, которые очень любят туристам показывать эстакад сверху, чтобы они, не дай бог, туда не спустились, не посмотрели. Это дома, где живут десятки тысяч людей, при этом часто там лачуги стоят одна вплотную к другой, и стена между ними это лист гофрированного железа в лучшем случае, а лист гофрированного картона в худшем, или за навесточком. Понятно, что попавших туда вирус никакой изоляции там нет физически. То есть один чихнул, перезаражал всех вокруг сразу. Понятно, что смертность там достаточно высокая, что учет смертных случаев достаточно невелик, и не то, что невелик, ведет сам по себе плохо. К тому же сейчас начинается в Индии жара, это стандартно вообще всплеск заболеваемости и всплеск смертности по всей стране. То есть какие-то там плюс-минус 2%, например, они чаще всего скорее всего просто не попадают в эту статистику. Вот. Соответственно, при всем при этом Индия пытается не потерять свою экономику. То есть проблемы в единской экономике уже есть, они огромные, но они связаны не с тяжелым производством, не с хай-теком, они связаны прежде всего с колоссальным сектором так называемых микрофирм и минифирм, которые существуют в крупных городах. То есть, как правило, это люди, ну, чаще всего эти фирмы стоят там из одного человека, из двух человек, огромное количество их просто вообще не попадает в статистику. Это люди, например, которые приезжают из соседних штатов, там, из Утар-Продэша, из Харьяны, и они, ну, так вот, делают свой маленький бизнес, там, в Нью-Деле, например. Если, опять же, вы бывали в крупных индийских городах, вы видели там огромное количество людей, которые торгуют чем-нибудь на улицах, прошайничают, работают виларикшами, там, перепродают что-нибудь один другому, торгуют пончиками, булочками, вот это все, вот гигантское количество. Там, кто-то работает, например, там, зарабатывает себе на жизнь тем, что будет держать вам место для вашего автомобиля. За то, что вы ему там дадите 15 рупий, этого ему хватит на то, чтобы там съесть миску в похлебке вечером и благополучно поспать где-нибудь под баньяном. То есть, в принципе, вот это вот огромное, вот все эти люди, они попадают в категорию зарегистрированных или незарегистрированных микропредприятий. Таких микропредприятий в Индии вплоть до начала кризиса насчитывалось порядка 500 тысяч с чем-то. Вот сейчас, ну, понятно, что как бы ситуация, как бы вот этот кризис, он их практически всех убил. То есть, не людей, а эти микропредприятия, потому что все эти люди, огромная их толпа, сразу же как только Делли закрылся, понятно, что у них исчез объект приложения своих усилий, то есть, их некого больше обслуживать, им некого продавать свои пирожки и не для кого держать место для машины. То есть, это означает для них голодную смерть. И все эти люди отправились благополучно по себе по своим деревням. Это, ну, кто-то из них принес туда заразу. Случа известна, проблемы известны, то есть, была достаточно скандальная история, причем в достаточно дальней индийской деревушке в штате Утар-Прадеш, далеко от Дели, вернулось три человека, в группе человек из Нью-Дели, и они должны были две недели соблюдать режим самоизоляции, им для этого дела отвели здание начальной школы. Потом, совершенно неожиданно, повара, которые должны были их обслуживать, заявили, что они не будут готовить им еду, потому что они боятся заразиться. У них достаточно дикие представления, особенно у сельских, о том, как именно распространяется вирус. Тогда староста деревни, она сама из неприкасаемых, она приготовила им еду персональную. Люди отказались есть эту еду, возник небольшой политический скандал, который разрешился тем, что приехал член парламента непосредственно от этого округа, и он сам по себе брахман, и он демонстративно съел эту еду, которую ему приготовил неприкасаемый. После этого эти товарищи тоже стали есть эту еду, но в процессе выяснилось, что оказывается они две недели благополучно, каждое утро и каждый вечер из этой школьной изоляции задней школы они ходят к себе домой, берут там обедают и ужинают со своими домашними, а потом возвращаются обратно и честно блюдут изоляцию весь день и всю ночь. Но утро и вечер надо же сходить себе набрать еды. Вот такие вот случаи они очень хорошо демонстрируют насколько вообще понятие изоляции в сельской Индии насколько оно относительно, я бы сказал. У Индии из-за этого всего возникает масса проблем. Первая проблема с этим сектором экономики, сектором услуг, микропредприятий. Вторая проблема в том, что Китай с которым Индия до факта соперничает с роль регионального гегемона вышел из изоляции достаточно быстро и уже очень активно работает над экономической экспансией, над расширением своего влияния, причем как при помощи мягкой силы, то есть рассылая там всякие лекарства, повязки, медицинское оборудование, так и непосредственно при непосредственно деньгами, потому что в ситуации, когда у вас экономика замерла, а вам соседний Китай неожиданно предлагает, давайте мы вам сейчас вложим в вас прямые иностранные инвестиции, то вы, конечно, выберете прямые иностранные инвестиции Китая смерть своей экономики, выбор невелик. в результате индийцы пытаются сохранить свои претензии на роль гегемона, предместрируют, что Индия является лидером в этой борьбе, то есть Моди, в частности, достаточно быстро провел, сразу же собрал все страны Южной Азии на видеоконференцию, объявил о создании фонда по борьбе с коронавирусом, и для того, чтобы принять закон, согласно которому теперь все прямые иностранные инвестиции из стран, которые имеют с Индией сухопутную границу, должны утверждаться правительственными органами. То есть сделано специально для того, чтобы каким-то образом не дать китайцам захватить контроль на индийской экономике. И вторая мера, которую индийцы сейчас принимают, это ускоренный выход, я бы сказал, из режима самоизоляции. Страна разбита на три категории зон. Есть зеленые зеленые зоны, это там, где заражение не зафиксировано и они выходят на работу уже. Красная зона, это там, где большое число случаев заражения и это все на самом деле индийские мегаполисы сейчас в том числе. Там все закрыто, там до сих пор сохраняется режим жесткой изоляции. И желтая зона, где этот режим снимается очень постепенно для некоторых категорий предприятий. Понятно, что в том случае, если индийцы не могут себе физически позволить долго сидеть в изоляции, потому что в этом случае они тогда просто индийская экономика в последние годы уже испытывала кучу проблем. У них уже скорость экономического роста упала до 5%, что для Индии является критическим порогом, учитывая, что у нас недавно было 9% с лишним. То есть сейчас вот этот коронавирус, он ну надо как можно быстрее возвращаться к нормальной жизни для того, чтобы экономика окончательно не загнулась и чтобы Индия не потратила последующие 10 лет на ее восстановление. В то время Китай будет в это время набирать очки. Ну в принципе все, если я с удовольствием отвечу, если возникнут какие-то вопросы. Да, и что касается будущего вообще недовольства индийцев, сами индийцы к этому, ну они проявляют конечно недовольство с одной стороны, с другой стороны Моди, который сейчас находится власти, он очень харизматичный лидер, его очень уважают, и то есть в принципе если Моди говорит с пафосом про то, что мы должны даже поуче выразиться, ну что для нас человеческие жизни важнее, чем экономика, потому что в конце концов именно от людей зависит экономика, то спорить с ним сложно, да, то есть любой оппозиционер, который будет оспаривать вот этот тезис, рискует проиграть на следующих выборах, потому что когда речь идет о человеческих жизнях, о каких-то экзистенциальных вещах, упирать на экономический рост это в общем дело дохло, при всем при этом Моди все равно критикуют, критикуют в основном за то, что меры приняты поздно, меры приняты не вовремя, то, что вы говорите о сохранении человеческих жизней, а жизни сохраняются недостаточно, но пока критика очень слабая, очень, ну то есть Моди скорее всего в результате использует сложившуюся ситуацию к своему благу, потому что если экономика, учитывая, что экономика в начале года уже начала замедляться, теперь все это замедление экономики можно будет благополучно списать под коронавирус. То есть да, мы теряем экономику, да, мы тратим ресурсы, мы тратим деньги, но мы готовы это сделать, потому что жизнь каждого индийца для нас бесценна. То есть вот с этим тезисом в общем Моди скорее всего благополучно выйдет из этого политического кризиса и выиграет следующие выборы, которые конечно еще не скоро, но вообще все равно это будет очередной такой вклад в его копилку. Все, спасибо большое за внимание, если есть вопросы, давайте вы их зададите. Спасибо, Алексей. У меня вот один вопрос возник, значит известно, что на Западе США, в частности в нескольких странах появляется тенденция обвинить Китай, положить на Китай ответственность за пандемию. Вы знаете, что подобные заявления делал президент США и есть такой тренд, а вот не заставит ли Китай вот как бы компенсировать всем вот эти вот убытки от эпидемии, потому что китайцы это все допустили. Как в Индии относятся к этим идеям? В Индии они не распространены, это происходит по нескольким причинам, прежде всего потому, что вообще надо понимать, как индийцы относятся к Китаю. То есть, во-первых, индийцы Китая, конечно, боятся, опасаются, недолюбливают. С одной стороны, у них не очень хороший опыт сосуществования последних десятилетий, особенно после того, как Китай разгромил Индию в 62-м году в ходе пограничной войны. То есть, индийцы китайцам не доверяют и считают их ненадежными партнерами. С одной стороны. С другой стороны, индийцы и китайцы живут бок о бок тысячелетиями. То есть, эти тысячелетия, они ни разу не воевали, их разделяли Гималайи, через которые, большую армию переправить было физически нельзя. Поэтому индийцы воспринимают Китай, как и Китай воспринимает Индию, на самом деле, воспринимают, как постоянного соседа, который такой вот eternal, он вечный, он никогда никуда не денется. То есть, обвинять Китай означает портить отношения с Китаем, портить отношения с соседом, с которым вы 3000 лет жили бок о бок и будете жить в бок о бок еще 3000 лет. Это означает, ну, это бессмысленно, это не нужно, прежде всего. И, во-вторых, именно от этого соседа зависит, по большому счету, восстановление вашей экономики. Потому что больше никто Индии денег на восстановление экономики не даст. Как бы у самих нет. Деньги есть только у Китая. Поэтому индийцы очень сдержанно ко всему этому относятся. Индийцы, во-первых, были одними из первых, кто отправил Китаю помощь, когда была эпидемия. То есть, индийская военно-транспортная авиация привезла туда, по-моему, 15 тонн грузов, включая медикаменты, включая там медицинские средства. Учитывая, что Индия один из крупнейших вообще производителей вакцин, в мире. И основной, например, поставщик вакцин в Соединенные Штаты. Понятно, что это сыграло большую роль. Соответственно, Китай расплотился с Индией тем, что они поставили им сейчас в ответ поставлять такие же халаты, спецсредства, там, с лекарствами у индийцев проблем нету. Но индийцы оказывают недовольство тем, что китайские тесты недостаточно тонки. То есть, они достаточно точно определяют слишком много ложных и отрицательных случаев. Но этот локальный скандал вряд ли вырастет во что-то большое. То есть, индийская сторона абсолютно воздерживается от любых обвинений с чем-то Китая. То есть, ну, как бы, индийцы в свой особый путь. Они хотят не с кем ссориться, они хотят со всеми дружить. То есть, в том случае, если весь мир начнет неожиданно требовать от Китая, чтобы Китай там возместил ущерб, очень вряд ли, мало вероятно, что Индия к этому присоединится. Скорее всего, Индия постарается сохранить все равно с Китаем хорошее отношение, потому что, да, вот эти, ну, индийцы хорошо понимают, что там какой-то скандал локальный может иметь глобальные последствия, очень долгоиграющие, на то, чтобы обвинить достаточно иногда 10 минут кого-то, а на то, чтобы исправить последствия этого обвинения, потребуется годы и десятилетия. Индийцы это очень хорошо знают. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Да, пожалуйста. У меня вопрос. Алексей, а можно ли сейчас что-то сказать о том, как повлияла вот эта ситуация и пандемия, и в целом экономический кризис на ситуацию с военной террористической угрозой в Индии? Никак не повлияло. Никак не повлияло. Как там боевики бегают по Кашмирским горам, так они и бегают, собственно. То есть, это никакой роли не сыграло, потому что, как Кашмир был отрезан по большому счету от Индии, там шла контейеррористическая операция, так она и продолжается до сих пор. Ну, как бы боевики не соблюдают режим самоизоляции, поэтому, в общем, с ними воевать легче не стало. Тоже вопрос. Я, наверное, немножко за пределы Индии. А как ситуация с другими странами Южной Азии? То есть, Бургадеш, Непал, Пакистан? Сложнее всего ситуация с Пакистаном, на самом деле, потому что в Пакистане изначально гораздо хуже ситуация, чем в Индии с всяким медицинским обслуживанием, и там на данный момент, дай бог памяти, там зафиксировано, кажется, где-то в районе 500 смертей от коронавируса. То есть, учитывая, что население Пакистана где-то в районе, по-моему, 150 миллионов, сейчас чуть больше, но, да, процент от общего населения гораздо выше, чем в Индии. А с другой стороны, Пакистан очень хорошо помогает сейчас Китай. Очень активно это как-то помогает эту проблему решить. Пакистан, вообще, пакистанская проблема очень активно обсуждалась в Индии, во многом потому, что границы между Пакистаном и Индией, несмотря на то, что она вроде как серьезно охраняется, все равно она, в общем, очень-очень-очень проницаема, потому что там существует активная, обширная контрабандная торговля, которую невозможно никаким образом как-то остановить. Поэтому понятно, что если в Пакистане болеют, то это означает, что пограничные ингийские регионы заболеют совершенно точно. Это было одной из причин, по которой Индия закрыла, вообще, как бы ушла в режим самоизоляции, потому что было понятно, что в ближайшее время заболеет Кашмир, Панжаб и дальше вот Гуджарат и дальше просто пойдет по всем штатам. Что касается остальных стран, они очень неплохо справляются со всем этим делом, то есть в малых странах случаев заболевания почти нету, просто потому, что там население очень маленькое, люди живут в горах, далеко друг от друга, то есть в принципе там даже скучковности нет никакой. Что касается, на Шри-Ланке тоже очень мало, Бангладеш тоже на удивление мало, то есть на Бангладеш по-моему где-то меньше 200 смертей на данный момент и порядка 10 тысяч заболевших. А это не может быть вызвано недостаточно тестирования? Теоретически может, но на самом деле это вызвано еще тем, что Бангладеш, они в свое время очень быстро, как они раньше, чем Индия, на самом деле перешли на какие-то более высокие гигиенические стандарты. То есть там туалетизировали, да, вот страну, нам это у нас в общем здесь отхожие места, уборные, вот, но в Южной Азии это действительно проблема, они к этому относятся совершенно как-то так вот пофигистично, да, я бы сказал, то есть это люди, где там страны, где публичная дефекация на улицах, это дело абсолютно привычно. То есть одним из лозунгов, под которым МОДИ в том числе восстанавливался, как-то улучшал санитарную ситуацию в Индии, было посмотрите на Бангладеш, потому что вот, казалось бы, страна дико перенаселенная, страна, у которой часть территории фактически, ну, забита этим беженцами Рахинджа, страна, которая, причем самые туристические места, то есть страна, которая испытывает кучу экономических проблем, при этом в этой стране уже завершена реформа гигиеническая, то есть везде есть питьевая вода, везде есть краны, под которые можно помыть руки, везде есть туалет. То есть, ну, да, в Бангладеш ситуация, я подозреваю, что в значительной степени вот эти гигиенические меры сыграли свою роль. Спасибо. Вот, давайте, если еще вопросы, я с удовольствием отвечу. Поскольку вы занимаетесь этими регионами, у вас есть какие-то, может быть, связи на местах, вы не знаете, какими препаратами лечатся в той же Индии? Может быть, у нас споры во Франции, а гидроклорохин – это лекарство, которым лечат малярии, в принципе, у нас это лекарство запрещено к употреблению в аптеках, оно раньше везде продавалось, но у нас сейчас полемика ведется между разными профессорами французскими, и лекарства, в принципе, уже 70 лет существуют, но во Франции его не применяют. А вот я думаю, может быть, в этих странах применяют это лекарство активное, поэтому там количество смертей такое не справляется. Вы знаете, индийцы очень пытаются найти сейчас лекарства, до сих пор они не нашли, причем там поиски самые широкие от каких-то совершенно диких идей, там типа юридической, медицины, там специфической, там этого очищенной коровьей мочи, да, которую пропагандируют отдельные там правые товарищи индийские, которые верят в индуизм, во все, вплоть до каких-то вот хорошо показавших себя лекарств. Гидрохлорохин, он в принципе в Индии применяется очень широко, как раз против малярии, против всяких лихорадок. Проблема в том, что у него огромное количество побочных эффектов, просто гигантское, то есть когда у вас стоит выбор умереть от лихорадки или выпить гидрохлорохин, а потом страдать немножко, то вы, конечно, выберете жесткое лекарство. Но когда у вас это лекарство с достаточно эффективностью, у меня есть знакомые, которые им лечились все время в Индии, вы получите с очень высокой степенью вероятности светобоязнь на достаточно большое количество времени, рвота, скачки температуры, диарея, вполне возможно частичная временная слепота, то есть это вообще очень такая вот, это такая ядреная штука, которая теоретически должна убить в вашем организме возбудитель. Но не очень понятно, насколько она работает сейчас и здесь, то есть насколько она действует на ковид вот этот. То есть в принципе индийцы пробуют самый широкий спектр, пока регулярно в индийской прессе появляются восторженные сообщения, что вот мы нашли наконец лекарство, да, вот оно работает, оно показывает эффективность, а потом выясняется, что нет. То есть неожиданно обнаруживается либо слишком много побочных эффектов, либо, допустим, оно действует только на некоторых, да, то есть допустим, на людей, которые уже умудрились где-то подхватить какую-нибудь дрянь, после этого они заболели этим ковидом, вот и там гидрохлорохин, например, их немножко привел в норму и организм справился с ковидом, а на остальных он не действует. То есть в принципе пока что в Индии не нашли своего лекарства. Они продолжают поиски и очень высока вероятность на самом деле того, что индийцы будут первыми, кто найдут вакцину, потому что в Индии вообще как бы Индия в принципе находится на передовых позициях в плане исследования всяких лекарства тропической дряни, при этом они очень тесно и хлоплотно сотрудничают с европейцами и с американцами. То есть ну есть высокий шанс, что да, индийцы в итоге что-нибудь да найдут. Но пока какого-то универсального лекарства, какого-то там палочки-вручалочки у индийцев нет. То есть они точно так же болеют, точно так же умирают и сталкиваются с теми же самыми проблемами. Вот что, кстати, в Индии во многом очень сильно индийцам помогает это армия. Я не знаю насколько армия задействована в других странах, насколько она задействована во Франции, но у индийцев армия включилась в борьбу с самого начала, армия развернула госпитали, армия развернула как вот такие ну то, что индийцы называют лагеря изоляции. То есть допустим люди приезжали там, когда индийцы начали возить своих людей из Ирана, вот они всех этих иранских товарищей они благополучно отправляли в эти лагеря изоляции. То есть это нормальный такой полевой армейский госпиталь, который находится в Ржасхане, там куча коек, там поликлиничка развернутая, то есть в принципе люди там живут вполне нормально в полевых условиях, в палатках, учитывая, что сейчас в Индии примерно плюс 50 палатки с кондиционерами, то есть в принципе они там не мерзнут, у них там хорошо, их там кормят, их там лечат, они там как-то проходят в период карантинной изоляции, потом их выпускают, если они не заболели. Ну вот так вот, то есть армейцы включились, вообще в принципе работают в Индии очень плотно и очень тесно, вот с другими странами ничего не знаю, не скажу. Интересно, спасибо. Не за что. Так, я хочу предоставить слово Виктории Иванченко, эксперту группы креативной дипломатии, аналитику Всероссийской Академии внешней торговли, и мы вернемся из Азии в Восточную Европу. Виктория, вам слово. Спасибо, да, я буду рассказывать сейчас об Украине и непризнанных республиках. Вот, одно, наверное, из серьезных как раз последствий пандемии стало то, что об Украине стали говорить очень мало. То есть если сравнить с тем информационным полем и пространством, которое было до этого, то Украина, она ушла из мировой повестки, из российской повестки, и в целом внутри Украины также те острые проблемы, которые были, наблюдались в течение, ну, то есть это военная тематика и некоторые другие, они немножко ушли назад. Ну, я, наверное, пока начну с непризнанных республик, так как там ситуация в данном случае официально она не такая острая, там количество заболевших исчисляется примерно сотнями, ну, то есть по тем данным, которые есть где-то 170 в ДНР, ЛНР скорее всего меньше, но опять же есть такая традиционная тенденция, что ЛНР они более закрыты и информация оттуда как всегда поступает меньше. Проблема скорее всего есть с тестированием, хотя официально Москва, по данным республики официально Москва предоставила тесты, но я, честно говоря, сомневаюсь, что тестирование там проходит массово, опять же есть ограничения в плане когда люди могут обратиться вообще за тестом, то есть при каких условиях, это совсем острые случаи, и в частности там не могут вести жесткий карантин, даже как в России, из-за того, что с экономикой там совсем будет плохо. В данном случае только ограничили время работы в общественных заведениях, то есть например, до 6 часов, ну там и так в принципе все время действует комендантский сейчас, начиная с начала войны, но ограничить полностью, закрыть те предприятия, которые есть, тот бизнес, они не могут, потому что иначе есть угроза полного хаоса и разрушения той хрупкой системы, которая там есть. С другой стороны, были закрыты границы, закрыты между двумя республиками, что интересно, между ДНР и ЛНР, есть внутри республик города, которые тоже закрыли, то есть на въезд выезд, полностью изолированные и есть некоторая неразбриха с границей с Россией, то есть вначале граница по инициативе России была закрыта, потом сделали поправку на то, что по причинам гуманности нужно именно с республиками ее открыть, но затем к концу марта снова граница была закрыта и сами республики они не выпускали граждан только за исключением если есть российский паспорт с пропиской обязательно, то есть если нет прописки, то не имели права покинуть территорию республик. Граница с Украиной и все КПП сейчас тоже закрыты, то есть за исключением только совсем острых случаев, если нужно вернуться домой, например, или какие-то проблемы с родственниками, так в целом сейчас попускная система не работает и в целом Украина тоже с своей стороны закрыла Донецкую область, это было связано с другими причинами, то есть Донецкую область, которая относится к Украине, я имею ввиду, то есть после пасхальных богослужений полиция заявила, что были нарушения и для того, чтобы не было распространения в связи с участием людей в пасхальной службе в Святогорской лавре, решили Донецкую область внутри Украины закрыть и таким образом изолировать, хотя по официальным данным на той украинской территории Донецкой области и Уфганской области самое меньшее инфицированное. Тем, что, во-первых, области разделены и безусловно там сейчас возможности для тоже тестирования низкие, все лучше, скажем, больничный фонд остался в Донецке. Люди для того, чтобы лечиться в нормальное время, относительно нормальное время, им нужно было ехать в соседние области, то есть например, Петстровск, Днепр или какие-то другие города Киев. Что касается Украины, то там все меры, которые были приняты, они были приняты где-то с середины марта, можно сказать, потому что постепенно это все принималось, с 17 марта все основные были жесткие меры приняты, они несколько пожестче, чем в России, то есть тогда резко были закрыты границы, резко было закрыто межтранспортное сообщение, межобластное транспортное сообщение, то есть нельзя перемещаться между областями на общественном транспорте. Было закрыто метро в крупных городах Киев, Харьков, Днепр, там всего одна ветка. Затем были ограничения, то есть сейчас там работает масочный режим, по сути, и границы закрывались постепенно, то есть если в какое-то время еще где-то в течение недели принимали граждан Украины обратно, то затем было прекращено полностью авиасообщение со всеми странами, и было предупреждение для украинских граждан со всего мира, то есть если вы хотите вернуться, у вас осталось два дня, сейчас никого не пускают, за исключением возможной ситуации, если на эпоху на родственнику. Так, пока это все закрыто, и там был даже небольшой скандал в некоторых странах европейских, когда украинские граждане хотели попасть домой, но так или иначе посольства не реагировали, консульства не реагировали, и те, кто не успел, в общем-то, сейчас вынуждены как-то решать свои ситуации на месте. С другой стороны, эту меру можно понять, поскольку вирус на Украину пришел из Европы, из Европейского Союза, и это в основном те мигранты, которые работали на территории Европейского Союза, и массовое возвращение, в том числе, оно началось из-за того, что были введены карантинные меры в европейских странах, конечно, грозило значительному увеличению инфицированных на Украине, а система тестирования, система в общем-то, мер карантинных изолирования, она по-прежнему, я не могу сказать, не очень хорошо отработана на Украине, то есть люди, которые имеют симптомы, они жалуются, что тоже не имеют доступа к тестам, но более-менее это все еще отлажено в Киеве, в каких-то регионах, и особенно в небольших населенных пунктах, не так просто получить помощь, не так просто, скажем, остановить распространение, даже если люди приезжали из Узбекистана, они не уходили на карантин, там были случаи, когда одна вернувшаяся из, если не ошибаюсь, Италии или Польши заразила почти, ну, большое количество своих насельчан, то есть такие случаи, они показывают, что несколько нестрализованное управление вирусом, то есть, по сути, Украина пошла по методу жестких мер, очень резких, для того, чтобы в целом, не то, чтобы даже не нагружать свою медицинскую систему, она очень слабая после реформ, там все стало еще сложнее в том плане, что медицина очень сильно подорожала, а оборудование и количество тех же аппаратов ИВЛ, они достаточно ограничены, сейчас там в последнее время, конечно, далась закупка, Украина принимала в том числе помощь гуманитарного Китая, что несколько противоречило ее риторике, и там в том числе благотворительные фонды, олигархи, так скажем, некоторые тоже закупали аппараты ИВЛ, потому что их не хватает. Там была ситуация, она, кстати, в России тоже была несколько похожего рода, когда состоятельные люди пытались покупать эти аппараты себе на дом, вот, и, естественно, это все только обостряет внутренние противоречия, разделения, Более того, Верховная Рада, когда она была принята, карантинные меры, не ушла, естественно, в отпуск, более того, они до сих пор, если посмотреть заседание, видно, что не соблюдают социальное дистанцирование, то есть, естественно, это вызвало у людей очень много вопросов, скепсиса, и по-прежнему на Украине, пожалуй, уровень доверия, и в целом восприятие угрозы достаточно есть, больше считают, что это вызвано какими-то политическими играми, какими-то своими внутренними разборками, и связано это было в том числе с тем, что как только ввели карантин, естественно, с повестками убрали рассмотрение закона снятия мораторий с продажи земли, и, в общем-то, быстро его в итоге приняли. Это одна из очень болезненных тем для Украины, потому что Украина это не только аграрная страна, но и большое количество населения там задействовано в каких-то своих частных аграрных предприятиях, фирмах, и сейчас это вот в случае надвигающегося экономического кризиса достаточно серьезного для Украины, это могло бы быть и, скорее всего, будет какой-то подушкой спасения, потому что по сути многие люди за исключением официального, точнее, за исключением официального заработка из их возможных методов заработка, то есть они вынуждены уходить куда-нибудь в село, вынуждены заниматься торговлей, которая не очень сильно отрегулирована, то есть открытые рынки, и, кстати, они по-прежнему остаются открытыми, именно потому что правительство понимает, что украинское население скорее всего не выживет, если закрыть рынки, продажу продовольственных товаров и так далее. Но здесь Украина столкнулась с другой очень серьезной проблемой, зима была очень теплой, практически бесснежной, и сейчас нет дождей. То есть перед Украиной стоит очень серьезная реальная угроза засухи, особенно Юго-Восток скорее всего пострадает больше всего, потому что там совсем плохо с осадками, и вот сейчас в ближайшие, наверное, недели-две как раз критический момент по этому поводу. Естественно, не хватает оборудования Рашаевого и так далее, то есть все это, ну то есть какие-то маленькие хозяйства у людей, они еще скорее всего это могут пережить, и вот какие-то угодья уже более серьезные, зерновые, это все под достаточно серьезной угрозой сейчас. И в данном случае правительство никаких мер не принимает, и не совсем понятно, как быть. Более и длинная доля экономики Украины, она зависит от экспорта зерна, подсолнечного масла и в целом аграрной сферы. Что касается также мер, которые были приняты, но Зеленский нельзя сказать, что показал полную катастрофу в управлении, скорее всего Зеленский достаточно держится на уровне прежних правительств, то есть нельзя сказать, что здесь было что-то совсем катастрофическое, что в очередной раз показывают, что в общем-то в Украине в принципе политическая элита не очень компетентна, то есть если и Зеленский вполне может принимать те меры, которые приняты. Сейчас ставка в плане экономики будет опять делаться на заимствование кредитов, то есть опять Украина будет дальше уходить в долги и деваться здесь в данном случае некуда. И там уже, там всего, к сожалению, не помню фамилию прошлого министра, он всего лишь продержался месяц, сейчас новый министр Степаненко. Прошлый министр успел себя дискредитировать как раз в период коронавируса, некоторые очень, я бы сказал, скандальными заявлениями, в том плане, что не нужно беспокоиться о пожилом населении, что не ходячие трупы, и после этого, естественно, после волны и после невозможности как-то купировать те риски, которые есть, его довольно быстро сняли. Сейчас снова министр здравоохранения, но так или иначе население Украины предъявляет свои претензии к реформам в период Порошенко, Супрун, то есть они совсем были некомпетентными, совершенно неадаптированными к условиям Украины, более того, там есть некоторые совсем комические ситуации, когда с введением карантина, на карантин отправили некоторые больницы региональные, то есть понятно, что они таким образом защитили свои беспомощности, но вряд ли это так или иначе успокоило бы население. И это такая попытка, наверное, хватиться за какие-то соломинки. В первую очередь, конечно, Украина в своих мерах ориентируется на Европейский Союз. Здесь тоже отдельная большая тема о том, как будет Украина решать вопрос с гастрабайтерами, так скажем, на направлении Европейского Союза, потому что сейчас большая часть, почти все вернулись и, естественно, рабочих мест нет, а тем более режим довольно строгий в том плане, что нельзя покидать тоже места без необходимости, высокие штрафы, люди без работы находятся, то есть более-менее еще выживает именно сельское место. Затем тоже был вопрос, то, что Украина в последнее время начала подыгрывать Европейскому Союзу в антикитайской риторике, так и скажем, осторожной, украины, хотя, по сути, уже еще до кризиса коронавирусного и до принятия помощи от Китая, которую пришлось в Украине принять, какие-то закупки сделать, уже, на самом деле, Китай так или иначе укреплял свои позиции на Украине, вот там, последний был случай покупки, такова, что вот Китай это угроз для западного мира и это тоже идет все в форматоре западного мира. Единственный, пожалуй, серьезный плюс в том, что накал страстей по поводу России немножко снизился, это не значит, что Украина так или иначе будет восстанавливать отношения, хотя, может быть, за неимением других вариантов это возможно. Но, опять же, обстрелы между Украиной и ДНР не были и не закончились, то есть там была такая ситуация, что как только ввели карантин, по сути, только обострились обстрелы, там были ситуации погибшие и в ДНР, и в ЛНР, и в Горловке, использование беспилотников, и Зеленский ездил туда тоже, что, естественно, вызвало негодование у части населения. Ну и затем другая оборотная сторона этого, то, что количество зараженных среди вооруженных сил Украины тоже увеличивается, здесь уже нужно принимать какие-то меры или отправлять их на карантин, но пока, пожалуй, таких предпосылок нет. То есть сказать о том, что эпидемия так или иначе прекратит конфликт на Востоке, к сожалению, нельзя, скорее даже может использоваться в каких-то своих целях. Еще один момент, который последний хотел сказать, обострилось церковное опять-таки состояние на фоне пандемии, СМИ украинские и определенные властные структуры, местные самоправляющие органы и так далее, начали использовать повод для того, чтобы дискредитировать церковь. То есть ее все чаще называют очагом инфекции, так или иначе акцентируют внимание, что именно московский патриархат не исполняет санитарные меры предписанные, что нарушается правило не более десяти человек, но с другой стороны могу сказать, что украинская церковь, она как раз на московской патриархате показывает достаточно, я бы даже сказала, креативность, то есть там были приняты многие меры, которые обошли законно, в том смысле, что они их не нарушили, но тем не менее церкви не были закрыты, то есть это было служение на улицах, это какие-то разметки или, например, по очереди люди приходят в течение праздника, ну то есть какие-то такие меры были приняты и очень большую помощь местную они развернули, вот, и, ну в то же время противостояние с другими направлениями дороскольническими оно не закончилось, хотя они тоже в какой-то степени пострадали, потому что эта компания затронула и вот новообразованную ПЦУ, и грибкатолическую церковь, что они тоже нарушают карантин, поэтому в этом направлении, конечно, напряжение скорее даже усилило. Ну, пожалуй, все, если будут вопросы, тоже буду рада ответить. Спасибо. Спасибо, Виктория. Есть ли вопросы? Я хотела спросить, Виктория, скажите, а есть статистика официальная, сколько погибло на Украине, потому что у нас вот никак это не афишируется цифры в Европе? Да, я сейчас скорее проверю количество погибших, потому что количество инфицированных там было чуть больше 12 тысяч. Но, скорее всего, опять же, я связываю ситуацию с тем, что не очень много тестов, несмотря на то, что их закупали, и, скорее всего, инфицированных намного больше. Вот я, честно говоря, тоже проверяла и видела количество смертей. Давайте я, наверное, чуть позже уточню, потому что у меня самой. Сайт WorldMeter дает 12 тысяч 331 на сегодняшний день. Ага. Это зараженные, да. Да-да-да, это зараженные. Зараженных. И 300 с небольшим умерших. Ну да, и вот. Спасибо, да, это просто как-то нужно знать, а то не найдешь эти цепи. Если что, я ссылочку могу кинуть. Да, я там тоже дам монитор. Да, просто. Листория, то есть, фактически, храмы не закрывались и церкви в режиме самоизоляции на Украине, да, продолжали служить литургия не как в Европе. У нас тут все закрыто. Да, вот интересно, что на Украине в течение всего времени все храмы остались открыты. Единственное, что несколько монастырей отправили на карантин. То есть, это были меры, связанные либо с обнаружением инфицированных как в Киево-Печерской лавре, что там огромное количество людей проходит через лавру. А где-то это были профилактические меры, но, скорее всего, тоже, возможно, были подозрения. То есть, монастыри крупные Киева, Чаев сейчас, в целом, город весь закрыт на карантин. и вот, я не знаю, в Донецкой области все пытались закрыть, но, скорее всего, там просто ввели ограничения, то есть, это не карантин повод. Но, да, храм остается открытыми, хотя есть такой элемент, что туда приходит полиция, проверяет количество, общается со священниками. В случае нарушения даже были открыты уголовные дела, особенно в Днепропетровской области. Там больше всего было угрозы уголовных дел. Но, в целом, в том числе, в рамках постоянного диалога предстоятеля церкви с властями нашли более-менее приемлемый компромисс. То есть, рекомендуется оставаться дома, но, если вы соблюдаете все санитарные правила, то можете приходить. Спасибо. Спасибо. Коллеги, я хочу предоставить слово Илье Александровичу Крамнику. Независимому военному эксперту Российского Совета по международным делам. И тема его выступления он нам покажет, как глобальная пандемия влияет на мировую сферу военную. Военную, производство вооружений, армии и так далее. Илья Александрович, вам слово. Спасибо. Добрый день. На самом деле, влияние можно разделить на две части. во-первых, собственно, действительно, как это влияет на активность военных здесь и сейчас. Во-вторых, как это может повлиять на военные программы в перспективе. Ну, собственно, если говорить здесь и сейчас, то первое и главное, ключевое, так сказать, это, в принципе, использование военных возможностей, они достаточно богатые, в борьбе с пандемией и профилактикой ее дальнейшего распространения. Здесь вряд ли кто-то придумал, что это оригинальное. В целом, большинство развитых, даже не очень развитых стран, имеющих вооруженные силы, действуют по одному и тому же принципу. Военные разворачивают полевые баспеталя, военные предоставляют медицинское оборудование, военные там, где есть соответствующая инфраструктура и соответствующим образом подготовленные люди, занимаются исследованием природы вируса, пытаясь уже с помощью специалистов по вирусологии, бактериологии, военобиологов найти и подать помощь своим гражданским коллегам в поиске вакцины и эффективных средств противодействия. Ну и в первую очередь, конечно же, используют транспортные возможности военных, поскольку транспортные самолеты активно перебрасывают оборудование изнутри стран и по миру. Мы вот помним активность российского Министерства обороны, которая посылала помощь в Европу и не только в дружественные страны, типа Сербия, но и в Италию, где до сих пор продолжается работа группы российского военных вирусоводов, занимающихся лечением вируса на месте крупнейшего успеша в Европе. И военные в ряде стран помогают возвращать эвакуированные граждан из мест, где оказание помощи затруднено. Например, в Фуэре Франции военно-морской флот военно-воздушные силы использовали для доставки граждан из заморских департаментов либо на континентальную территорию, либо в теме заморских департаментов, где есть соответствующие госпитали. Это и в Корыжском море было, в Средиземном море выводились Корсика на континент, и также в ряде других мест. Что касается России, то здесь можно отметить в первую очередь строительство довольно большого количества новых медицинских центров преимущественно именно такой инфекционной специализации с помощью военных. И, конечно, опять же, глобально там, где это требуется, военные используются для поддержки сил правопорядка. Можно отметить в этой части Соединенных Штатов, которые уже флотически мобилизовали Национальную Гвардию во многих штатах. Пока части еще не было. Сообщение о каких-то крупных инцидентах, там максимум были митинги, того или иного свойства. Крупных беспорядков не было, но на всякий случай мобилизация была проведена, Национальная Гвардия развернута. Они в том числе оказывают помощь своими беспоколями, которые у них тоже на случае войны имеются складированы, но и при необходимости могут выполнять и полицейские функции в случае беспорядков. Вторая тема, на самом деле она более интересная. пандемия. Тут надо отметить принципы, что очень трудно разграничить тему влияния непосредственно коронавирусной инфекции и тему влияния глобальной экономической кризису, который у нас сейчас идет, который тесно связан, но все-таки не полностью от него зависит. Поэтому мы будем поговорить об этом в совокупном влиянии. Здесь, конечно, очень по-разному будут себя вести, уже начинают вести страны в зависимости от своего положения в экономической табель ОРАН. Позволить себе сохранить полноформатное военное производство смогут очень немногие даже из стран из ядерного клуба. Тем не менее, конечно, уже те страны, которые имеют собственную военную промышленность, они будут стараться сохранять военное производство и не только для того, чтобы продолжать поддерживать свою безопасность и переворуживать свои армии, но и просто для того, чтобы поддерживать экономику в этот кризисный период с помощью государственных расходов, сохранять рабочие места, при этом рабочие места в наукоемских отраслях, большое количество рабочих мест, чтобы люди могли получать зарплату и могли работать. Эта тенденция сохранится и после того, как карантин, будем надеяться, в благородивом будущем закончится. Но таким образом поддерживать свою экономику могут не все страны. Если мы возьмем опять же крупнейшие держава мира, в Соединенных Штатах, у них такой опыт уже был. Если вспомнить Великую Депрессию, которую уже вспоминали, начавшись в 1929 году, то первой половины 30-х это период очень активных закупок новых кораблей для военных морских плотов США. Четыре авианосца почти 23 большая количества других кораблей и судов было тогда закуплено именно конкретно с целью государственных расходов поддержать экономику. Что происходит сейчас? То же самое происходит сейчас. Уже есть подписанный еще в конце марта приказ заместителя министра обороны США, отвечающего за закупку вооружений. Там конкретно сказано необходимость производства выражения военной техники. По-иному правда расставлены приоритеты в 30-х годах приоритетом был военный морской плот, сейчас это аэрокосмичный сектор, соответственно ВВС и спутника и группировка. Это сохранение технического персонала военных предприятий, это конечно же IT-отрасль и кибер-безопасность, ну и ряд других приоритетов указан по и сейчас мы видим это переходит к морю к воздуху и именно здесь видимо будут осветочены приоритетные затраты вооруженных сил Соединенных Штатов. Это может повлиять некоторым образом на изменение структур вооруженных сил, в частности уже идут разговоры о том, что может сократиться в ближайшие 10 лет военный морской плот, несмотря на то, что президент Трамп обещал увеличить до 300 пяти кораблей, но это увеличение уже заранее еще до вируса практически аналитика теперь похоронить сейчас оно практически не представляет своевозможным. Единственная уловка, которая может быть там сделана, считается, что они могут начать считать беспилотные, безэкипажные точнее корабли и сюда в общем списке кораблей данных классов чего раньше никогда не делалось и вот с учетом этих новых образцов такое номинальное увеличение численности может произойти но если брать именно традиционные корабли привычные нам авианосцы сменцы крейсера то весьма велика вероятность что их количество в военно-морском флоте США в мртс США в ближайшие 10 лет все-таки снизится просто потому что приоритеты расходов и средств будут другими при этом в ВВС наоборот количество новых самолетов может возрасти что касается если говорить о нас где тоже сохраняется значительное весьма военное производство по совокупности производимой военной технике мы только в 7-м наступаем здесь будет немного посложнее просто потому что рубль в отличие от американского доллара не являются резервной валютой во-первых а во-вторых мы в большей степени зависим от импортных поставок в том числе от закупок на западе которые несмотря на санкции несмотря на то что нам пытаются эти запуски пресекать они все равно в ряде случаев сохраняются мы продолжаем получать оборудование мы продолжаем получать все или иные критические комплектующие и вот здесь в тех областях которых мы действительно зависим от запада производство может сократиться это прежде всего касается таких комплекс вещей как производство электроники для космических аппаратов и беспоточного оружия это может касаться ряда технических объектов типа безэкипажных подводных аппаратов бесплотных летательных аппаратов но в основном это надо иметь ввиду что это закупки не серийных образцов для постановки вооружения это закупки правил единичных образцов для копирования и последующего производства если же говорить о именно серийном производстве вооружения и военной техники то здесь с одной стороны есть уже высказание Министерства обороны по желанию сохранять это производство и уже анонсировались планы по заключению новых контрактов, а с другой стороны, есть фактическая ситуация, которая сейчас приводит к тому, что в силу регионального разнобоя в методах борьбы с эпидемией, у нас не все военные предприятия работают в одинаковом режиме. В итоге ряд финальных сборщиков вроде бы готов продолжать производствование техники, но при этом не может его продолжать, потому что некоторые смежники не представляют необходимых комплектующих или четырехплечевых, типа пушек для танков, например. Вот. При этом с этим дело пока не очень ясно, поскольку опять же есть уже разошедшие письмо, соответствующий департаменту Минобороны, которое требует все-таки продолжать выражение военных техниках сроков. Ну, я думаю, что так или иначе вот эти организационные шахователи будут решены, но в целом, если иметь в виду именно крупнейшие военные державы, то вот Россия и США уже продемонстрировали желание продолжать активные военные закупки, в том числе именно в целях поддержки экономики с помощью военных расходов. Что касается стран второго эшелона, то здесь возможны очень разные развития событий, и ряд стран, например, НАТО, имея в виду младших донах НАТО и новых членов НАТО, в том числе страны Аточной Европы, уже ввела о предстоящем пересмотре военных расходов с их формальным сокращением. Уже очевидно, что несмотря на все призывы нацистского руководства, практически никто не может выдерживать вот этот заданный план по 2% военных расходов, в том числе потому, что в принципе изменяются приоритеты. Ну и кроме того, для стран, практически не имеющих собственной военной промышленности, военные расходы, закупка вооружений представляют именно чистый убыток, поскольку деньги уходят иностранным производителям и никак или в очень малой мере расходуются на поддержание собственного производства. Вот здесь поэтому можно давать такую отсечку. Те страны, которые большей частью получают свое выражение из-за бежа, они практически неизбежно будут в этих условиях сокращать военные расходы. То есть это практически подавляющее большинство стран НАТО, исключением лидеров в виде штатов Великобритании, Франции и даже не полностью это Германия. Это практически все постсоветские республики, кроме России. Это практически все азиатские страны, кроме Китая и отчасти Индии и Японии. Но в целом, просто чтобы не перечислять, это подавляюще большинство стран мира, поскольку все-таки самостоятельный военно-промышленный комплекс нам себе позволит сейчас очень небольшое число стран, и даже не все ядерные державы. В дальнейшем такое вот развитие событий в виде сокращения военных расходов... Оно... Так, или я куда-то отключился... Я кажется, отвалился, да, сейчас попробую его активизировать. Когда вместо серьезных полевых учений проводится, так сказать, игра на картах. И в дальнейшем, что самое интересное, что самое характерное, это может привести к возникновению определенного вакуума силы в тех областях, которые традиционно считаются более уязвимы с точки зрения безопасности. Так, например, возникает... Страны НАТО и их партнеров поддерживать безопасные судоходства, например, в районе Африканского Рова. При этом второй вопрос с этим связанный. А в принципе, не увеличится ли пиратская угроза в районе Африканского побережья, в том числе потому, что очень многие... Очень многие государства в результате кризиса просто резко сократятся легальные в обморке для заработка. И те жители деревень, которые в свое время просто зарабатывали рыбные ловли и продажи этой рыбы в окрестных города, лишившись этого дохода, просто начнут пытаться грабить проходящие сюда с целью кражи ценной угрозы или взятие в заводных чеченых чепарей с последующим выкупом. При этом подобная угроза может расшириться и на другие морские регионы. Африканское побережье под угрозой находится практически все, особенно в восточной части континента. Что самое любопытное, может повториться повторно развитие вот такой угрозы возникновения морской нестабильности и угрозы имени пират в таком старом, прославленном пиратском регионе, как Карибское море, Мисиканский залив, имею в виду, конечно же, его южную и западную часть, в виде побережья Латинно-Американского государства. И в случае, если по неблагоприятному сценарию пойдет дальнейшее развитие экономического кризиса в Европе, в случае, если начнется падение финансовых институтов, которые, в принципе, возможны на почве проблем с туризмом, в случае, если жители туристических регионов, приморских регионов останутся без пропитания, то, возможно, улучшение обстановки с безопасностью судоходства в Средиземном море. Там уже сейчас есть ряд зон, в которых плавают небезопасно, прежде всего, это, конечно, побережье Ливии и границы Ливии с Египтом. Гражданские корабли стараются, гражданские суда стараются этот район обходить и для того, чтобы просто не попасть под раздачу в поле конфликта и для того, чтобы не подвергнуться нападению. Но вот эта зона нестабильности может расшириться на запад по Северной Африке. Она может захватить южные районы Турции, особенно в тех, которые ближе к границе Турции и Сирии. И в конечном счете преступность на море, криминальная активность на море может вырасти уже и в странах Европы, начать представлять собой серьезные проблемы. В той же Италии эта активность есть. Там есть люди, которые зарабатывают трафиком, контрабандой разного свойства на море. Есть сложившиеся структуры организованной преступности, которые при необходимости могут эту свою активность расширить. Здесь, повторюсь, ключевым триггером, который может привести к росту этой активности, является именно дальнейшее развитие экономического кризиса, в частности, сохранение финансовой стабильности в принципе, Италии, Франции и в целом президентом больших государствах. И, разумеется, с этим шаблоном можно подойти к большей части ключевых морских регионов. Так или иначе, там, где ситуация уже до этого была нестабильна, там, где уже до этого отмечалась пиратская активность, отмечалась активность контрабандистов, отмечалась активность, в принципе, незаконного трафика самого разного наркотического до торговли. Вакуум безопасности будет углубляться, поскольку меньшее количество крупных морских держав может посылать себя в свои военные морские силы. И в этой связи, возможно, миру и государствам придется искать новые асимметричные ответы на возникающие морские угрозы, возможно, в частности, в виде большей активности частных военных корпораций наборей. Спасибо. Вам довольно неожиданно интересный поворот темы коронавирус как средство возражения пиратства. Вопросы, Илья? Илья, спасибо. Действительно, очень интересный вот этот ваш такой заход к пиратству. И у нас Европа вообще боится, что возрастет еще большее количество нелегального приезда через земное море из северной Африки в европейские страны в связи с тем, что коронавирус коснется Африки, но до пандемии этот трафик очень налажен и очень, как сказать, прибыльный для тех, которые организуют. А я хотела спросить, с какими странами у России наибольший товарообъем по необходимым комплектующим в области обороны? Вы имеете в виду импорт? Да, да. Тут, скажем так, дело в том, что такая статистика по годам будет очень неверной, поскольку, повторюсь, это не системные закупки серийных образцов, это закупки, как правило, отдельных единичных образцов и небольших партий, для последующего копирования и воспроизводства здесь. Соответственно, это не происходит в виде каких-то системных длинных контрактов, которые могут статистически влиять именно на показатели многолетние. Это происходит таким отдельным вспышком. В прошлом году закупили, в этом году ничего не закупили, потом через три года закупили, что-то еще. Но, в целом, если брать Европу, то в основном это, конечно же, такое трио Германии, Франции и Италии, которые являются в принципе основными противосчетами продукции военного и двойного назначения. Так или иначе, несмотря на санкции, германское, итальянское, французское оборудование под видом гражданской техники через третье, четвертую, десятую руки, оно попадает в Россию, оно используется здесь для развития тех или иных военных проектов, для проектов взаимного назначения. Если брать вещи такие относительно невинные, то это, например, использование немецких дидель-генераторов для автономного энергообеспечения ряда военных объектов, в том числе, в Крыму. Очень интересно. Спасибо. Спасибо. Коллеги, ну и я позволю еще выступить с небольшим завершающим словом. Мы побывали во Франции, в Восточной Европе, в Индии, поговорили о военной теме. Я хочу немного сказать о России. Итак, постараюсь коротко, может, понимаешь, что мы немного затянули время. Итак, пандемия и русское общество. За что бы хотелось обратить внимание? Во-первых, сама ситуация такого глобального кризиса, она стала первым масштабным кризисом, который, наверное, переживала новая Россия. Или, скажу так, самым масштабным кризисом, который переживала Россия после распада СССР. Потому что и экономический кризис 97-го, простите, 2008-го годов, и обострение внешнеполитической ситуации в 2008-2014 годах, были и краткосрочнее, и носили значительно меньший характер. И эта ситуация интересна не только с точки зрения последствий, но и с точки зрения того, что она выявила о российском обществе. Например, выяснилось, что в России есть серьезные проблемы с законодательством, в частности, по мнению юристов, отчасти с этим связана проблема с неопределенным статусом чрезвычайного положения, потому что, ну вот как мне говорили люди, эпидемия там не была предусмотрена как повод для введения чрезвычайной ситуации в стране. Там, в принципе, было понятие «другие факторы», но вот как другое отдельно нет. Например, тоже интересный момент, показывающий изменения российского общества, ситуация, которая была явно не предвидена заранее, это ситуация с посещением храмов, особенно в преддверении Пасхи. То есть, по мерам, которые принимали гражданские власти, было видно, что эта проблема их застала врасплох. То есть, они не думали, что есть такое количество людей после дни, так сказать, которым это будет важно, что этот вопрос приобретет большую значимость. Второй момент, значит, который важно отметить, что, конечно, Россия, как и все страны, попадает в известную парадоксальную ловушку карантина. Чем более эффективными будут противоэпидемические меры, тем меньше ущерба нанесет эпидемия, тем больше ущерба нанесут сами эти меры. Потому что вот это противоречие, в котором выход видится в том, что в случае, если меры будут эффективны, уменьшится общая сумма ущерба, но в целом он остается тоже понятным. И в русском обществе мы видим, идет дискуссия, что более опасно, эпидемия или меры, принимаемые для борьбы с ней. И вот здесь мы подходим к очень интересному моменту, что в целом, конечно, эпидемия спровоцировала в российском обществе, так же, как и в других, кризис доверия. Надо отметить, что, конечно, в действиях российских властей мы усматриваем много есть недостатки, но в целом их реакция выглядит достаточно адекватной. И надо отметить, что в целом опять-таки реакция общества, если мы не берем отдельные экстреммы, тоже оказывается в достаточной степени адекватной. То есть население в общем в целом выполняет подписание властей. И, хотя, естественно, ворчит и страдает от больших экономических проблем, но в целом пока ситуация остается под контролем. Вот сразу видно, что кризис выявляет еще одну ключевую особенность современного российского общества. Это слабость информационных обеспечений действий власти, которые не всегда оказываются адекватно освещены, адекватно я имею ввиду наглядно, понятно и осмысленно. То есть сами по себе меры могут выглядеть рационально, но высказать о них всю концепцию получается весьма и весьма сложно, что в свою очередь усугубляет кризис доверия и приводит к обществу распространения панических и слухов. Мне кажется, что основной, одной из основных проблем сейчас является то, что рассказывая о вреде эпидемии, рассказывая о вреде пандемии, о необходимости о медицинской опасности, наше информационное пространство, официальное, по крайней мере, в значительно меньшей степени говорит об экономическом ущербе, который наносит борьба с эпидемией, экономическом и социальном ущербе, который наносит борьба с эпидемией, то есть тем, с чем сталкиваются постоянно миллионы сограждан, оказавшихся в режиме самоизоляции, с чем сталкивается малый, средний, да в общем-то и крупный бизнес, и эта тема не получает достаточного освещения. В целом, можно сказать, что с одной стороны российское государство выдерживает это испытание пандемии, то есть ситуация в стране остается под контролем, и власти общества, несмотря на недовольство и проявление недоверия, сохраняют работоспособность, но, конечно, эта ситуация также будет иметь большие социальные и политические последствия. И здесь, на мой взгляд, ключевым вопросом будет не только то, сколько жертв заберет коронавирусная зараза, сколько, какими будут меры властей по выходу страны из этого состояния. И очевидно, что Россия нуждается в адекватной программе выхода из нынешней пандемической ситуации в программе наглядной, понятной и хорошо донесенной до общества. И, собственно говоря, во многом последствия кризиса и то, как Россия будет их преодолевать, будет зависеть от наличия и адекватности подобной программы. Вот, коротко, то, что хотел заметить о ситуации в России. Господа, я благодарю всех за участие в нашем процессе, в нашем круглом столе, простите, я заговариваюсь, мы проговорили значительно дольше, чем хотели, но я надеюсь, что этот обмен мнениями был полезен. И я надеюсь, что в ближайшее время запись круглого стола появится на видеоканале Фонда Исторической Перспективы. Видеоканал на Ютубе называется, так называется, Историческая Перспектива или там адрес экспертизы ФИП, вот, и, соответственно, на всех остальных электронных ресурсах Фонда. Я хотел бы поблагодарить всех за участие, большое спасибо, если кто-то хочет в конце сказать какие-то короткие реплики, на прощание, то пожалуйста. Я благодарю, что была приглашена участвовать в этом круглом столе в такое время исключительно, которое никто не мог себе представить еще три месяца назад. Было исключительно интересно лично мне узнать о том, что происходит в разных уголках мира, и очень интересно, и я буду это доносить здесь, на месте, до французов, то, что мы не можем узнать средства массовой информации. Спасибо. Спасибо большое, было очень интересно, я надеюсь, что такие инициативы будут продолжаться, потому что я думаю, что сейчас это особо полезно, пока мы все сидим по домам. Спасибо. Всем большое спасибо, было очень познавательно. Победу всех увидеть. То же самое. Спасибо. Большое спасибо, господа, еще раз благодарю всех за участие, я вывершаю конференцию. Большое спасибо, до свидания. Спасибо, Александр. До свидания. субтитры, Продолжение следует...